На этой неделе завершилась конференция ассоциации НАПКО. Скажите, по горячим следам, какие итоги вы можете подвести, какие задачи вы ставили и какой отклик уже пришел? Конференция решает две задачи. Первая – получение новой информации. Выступили государственные органы, немного рассказали, что знают, что могут сказать, то и рассказали по реализации закона. Плюс узнали интересную статистику по рынку. Это первая задача. Вторая – это общение. Общение – это важная вещь. Его не хватает всегда. Наша конференция – это то место, где я провожу параллель. У нас всегда как будто улей гудит. Тут улей погудел, все нормально, народ обсудил все вопросы бизнеса. Поэтому цели основные достигнуты. Какие итоги? В итоге, может быть, стала шире доступна информация о том, что закон действительно несовершенен. Закон требует серьезной недоработки, а каких-то вопросов реализации на практике, решения многих вопросов на практике. Это было ясно раньше, но сейчас стало понятно всем участникам конференции. Как влияет на рынок изменение в законодательстве, введение государственного реестра, например? На рынок, в принципе, в первую очередь, конечно же, были увеличены расходы компаний. То есть бизнес в чем-то стал сложнее. То есть вы не то, чтобы в соблюдении закона как такового, а в отдельных положениях. Ну, скажем, нужно хранить записи, нужно быть уверенным, что вы не позвоните в течение одного дня дважды. Причем вот это понятие, что значит позвонить один раз, непонятно. То есть то ли позвонили, а он заемщик сбросил, или позвонили, все-таки поговорили с ним по сути, что вопросы, вот эти вещи. Поэтому бизнес стал вести гораздо сложнее. Но с другой стороны, конечно, все-таки благодаря появлению этого государственного реестра, стало более понятен статус организации. Как бы рынок кристаллизуется, крупные участники становятся виднее на рынке. Немножко уходят с рынка разного рода темные и серые взыскатели. По крайней мере, они становятся еще чернее. Это как бы разница теперь очевидна. Если раньше мы были вынуждены доказывать это в прессе, объясняя, что есть добросовестные взыскатели, которые соблюдают и тогдашнее законодательство, которое было разработано еще ранее. То есть закон о потреб кредите, например. То сейчас, ну вот эта граница между добросовестными взыскателями и хулиганами откровенными, она стала резче. Какая будет конфигурация рынка в ближайшее время? Как, по вашему мнению, коллекторские агентства переживут первый год работы по новым правилам? Закон усложняет, как я уже сказал, жизнь взыскателям. Но при этом он не исключает рынок. Даже, может быть, в каком-то смысле подчеркивает особенность взыскания по отношению к каким-то другим этапам кредитования. Ну, чтобы выдать кредит, займ, нужно быть микрофинансовой организацией, кредитной организацией. Для того, чтобы, например, оценивать заемщика, в принципе, эта работа может быть удано любому, на аутсорсинг, даже бюро кредитных историй. А вот взыскание сейчас тоже стало достаточно четко определенным специальным видом деятельности. Кредитные организации, микрофинансовые организации и взыскатели. Причем, в отличие от микрофинансистов, взыскатели могут работать как агенты по портфелям, которые им не принадлежат, как и банки. Вот, поэтому, в принципе, мы видим, что этот рынок становится специальным. А все специальное, оно, в принципе, имеет какое-то обеспечение права, даже не права, а как бы некоторое основание для существования. То есть, раз оно специально выделено и определено, и к нему пределены специальные требования, значит, этот рынок ограничен, значит, на нем уже возможна чуть меньшая конкуренция. Значит, в принципе, этим бизнесом можно заниматься и в перспективе. Сейчас, конечно, особо сложное положение, связанное все-таки с тем, что мы находимся пока, рынок взыскания, в определенной яме невыданных ранее кредитов. Вот кризис 2014 года, и, в общем, сейчас его не очень видно на портфеле, то есть, банки и кредитный портфель стал расти. А, скажем так, доходы населения не растут, если не падают. Поэтому вот эта вот яма 2014 года, когда долгов того года на рынке нет, она тоже сказывается на рынке, не в лучшую сторону. И в целом достаточно высокая конкуренция 2016-2015 года, она серьезно подорвала финансовое положение взыскателей. Поэтому говорит, что рынок цветет сложно, с другой стороны договора, контракты и портфели по-прежнему осуществляются, покупаются. Поэтому мне кажется, что мы в каком-то смысле проходим в части финансов, может быть, какой-то минимум, надеюсь, такой серьезный, не локальный, а какой-то глобальный минимум, который вот 2017-2018 год будет меняться в лучшую сторону. Тем более, что приходят сейчас новые технологии. Некоторые агентства действительно всерьез заботились так называемым бесчеловечным взысканием, когда людей нет в процессе взыскания, все минимизированы человеческие факторы, и расходы на персонал все делают, стараются делать максимально автоматизировать. Здесь, конечно, не все еще готово. Дело не в технологиях, скорее даже дело в государстве, но тем не менее, вот такой тренд. Время. События. Люди. Города. Дороги. Сети. Мнения. Рынки. Информация. Портал «Финверсия». Финансовая версия происходящего. А скажите, вот у вас в ассоциации сейчас сколько членов, и как вы предполагаете на ближайший год, что будет происходить с количеством? Знаете, у нас порядка 45 компаний в ассоциации, в то же время в реестре порядка 120 компаний. Но с другой стороны, в реестре некоторые компании вели, ну, так сказать, финансовую группу, да, вела по несколько юридических лиц. Поэтому напрямую сравнивать сложно. С другой стороны, все крупнейшие участники рынков ассоциации. Мы никогда не занимались тем, что продавали там билеты на вступление в ассоциацию, никого не заманивали специально и говорили, знаете, приходите к нам, будет вам счастье. Наоборот, последние годы только активнее работал контрольный комитет, была более тщательная работа с жалобами. Поэтому, казалось бы, вот такого рода вещи должны были бы оттолкнуть участников от нашей ассоциации, да, потому что мы, ну, не то чтобы занимаем сторону потребителя, но, по крайней мере, стали больше уделять внимание именно стороне, с более слабой стороне должнику, по крайней мере, добросовестному должнику. И вот, тем не менее, последние два года ассоциация серьезно выросла. Поэтому мы, в принципе, делаем то, что мы должны делать, и я думаю, что это, наверное, лучший способ для, ну, так скажем, для работы с потенциальными участниками ассоциации. То есть, если нравится то, что мы делаем, если они видят отдачу, то, значит, соответственно, они охотно вступают, потому что люди не будут платить деньги, взнос как вступительный, так и ежегодный, только за то, чтобы просто иметь диплом какой-то и этим гордиться. Сейчас этим уже не гордятся. Прошло то время, когда в ассоциации вступали просто ради того, чтобы быть в большой куче. Вот, поэтому, в принципе, мне кажется, наша ассоциация удается давать рынку, взыскателям то, что они ищут. То есть, информацию о реализации закона, контакт с государственными органами, помощь в ситуации с, может быть, конфликтами или, по крайней мере, спорными взаимодействия с государственными органами, участия в подготовке разного рода документов, как в наших внутренних, скажем, кодекс этики, который принимается вполне демократическим путем и все изменения в него, так и нормативными актами или законопроектами. Поэтому, в принципе, мне кажется, что все активные участники рынка, они так или иначе будут участвовать в работе ассоциации. Ну, а если кто-то неактивен или, скажем, это там в реестре какие-то хулиганы, которые, к сожалению, туда тоже пробрались, то мы таких и не ждем. То есть, мы, на самом деле, фильтруем тех, кто к нам может вступить всегда. Ну, я на конференции заметила, что, ну, команда очень дружная, и вот в кулуарах разговаривали. Один из членов ассоциации и такой активный говорил, что вот это ближайшее время будет трудным, поскольку нужно будет отрабатывать закон. И в то же время, вот именно в единстве, да, вот это возможно вместе сделать, отработать вот все вот эти регламенты, да, закона. Вот в каком направлении, как вы думаете, этот закон будет претерпевать развитие, да, вот с помощью вот вас, как активных игроков рынка? Ну, очевидно, что закон это 18-й год, изменение в закон. То есть, в 17-м году, собственно, изменение в закон еще не появится. Ну, появится, имеется в виду, не появится, подписанное президентом. Но 17-й год это вот время, когда подвозят боеприпасы, когда готовят там дороги и коммуникации и прочее, прочее. Вот как раз 17-й год это время, когда будет решаться то, что будут делать в 18-м году. Поэтому закон можно, условно говоря, разделить на три части. Ну, планируемые, обсуждаемые изменения в него, да. Во-первых, это что-то связанное с практикой. Ну, обнаружили, что понятие контакт не определено в законе. Нужно дать его. Ну, в принципе, очевидно. Надо дать, конечно, дать. Конечно, с одной стороны, это сформулирует практика судебная. Но здесь очень важный момент. Дело в том, что ФССП — это порядка 85 территориальных управлений. Соответственно, все эти 85 территориальных управлений на сегодняшний день имеют каждое собственное мнение по тому, как читать закон. Отдельные суды на уровне субъектов, конечно, будут значить, может быть, районные суды. Но, тем не менее, решающим будет решение Верховных судов. И здесь мы прилагаем усилия к тому, чтобы, а, с одной стороны, все-таки было поменьше мнений, да, все хорошо, но когда государственные органы имеют 85 мнений, это многовато. С другой стороны, мы стараемся повлиять на ситуацию с судебной практикой в части сопровождения вот этих вот судов значимых по отдельным значимым вопросам. Тогда получится повлиять, в принципе, и на реализацию будущего закона. То есть, если суд Верховный решит, что контактами является такая-то конструкция, да, не просто звонок, а, например, разговор по существу с должником, тогда такого рода конструкции войдет в закон в 2018 году, скорее всего. То есть, вряд ли можно будет придумать что-то другое, или, по крайней мере, кто-то задумается, чтобы придумать что-то другое радикально. Вот, поэтому первая часть — это некие поправки в закон, которые же сейчас, некие поправки в закон от практики, которые сейчас мы на них стараемся влиять. Вторая часть — это некие вещи на перспективу или вещи, которые не даст нам государственный орган. Государственный орган, что занесет закон, ну, со своей стороны, скорее всего, охотно? Какие-то вещи, которые ему необходимы. Ну, вот, опять же, тот же контакт для того, чтобы четко понимать, когда он выписывает штраф, когда не нужен. Ну, например, да, многие вещи, которые не приняты в законе, и плюс какие-то свои дополнительные полномочия. Я хочу это, я хочу то, я еще больше хочу. Ну, в общем, все государственные органы, они победительные одинаковые, они всегда хотят много от участников рынка. Вот, вторая часть, как я уже сказал, это то, что добавляло бы привлекательность деятельности взыскателя. Это некие пряники, плюшки для взыскателя. Вот эти вот вещи, они, на мой взгляд, в принципе, не были рассмотрены, когда готовился закон. А тем не менее, взыскатель, который внесен в реестр, да, это лицо, соблюдающее многие требования закона. И логично, что он может получить какие-то возможности. Ну, например, право узнать телефон должника. На мой взгляд, вполне базовая вещь, учитывая, что сейчас, не зная этот телефон должника, реальный телефон должника, они звонят по тем номерам, которые указаны в договоре. А, к сожалению, должник зачастую этот телефон поменял. Поэтому, на самом деле, от этого незнания взыскателя страдают совершенно посторонние люди. Просто запретить им звонить, это не выход. Ну, просто так даже нельзя запретить звонить. Ну, телефон указан в договоре, что вы хотите. Поэтому здесь требуется определенный маневр со стороны государства, чтобы дать, как сказать, убрать препоны именно в ведении бизнеса. Это не просто какие-то новые требования, а выдавайте еще вот это. Или определить то, что не было определено в нынешнем законе. То есть, первая часть изменения законодательства. А именно некие вещи, которые требуют уже большего разумения в бизнесе и позволяющие сделать этот бизнес и более удобным для должника и, в принципе, с меньшими препятствиями. И, наконец, третий блок вопросов, это самая, наверное, серьезная часть, это некоторые вещи, которые как бы специализируют этот вид бизнеса. То есть, что мы можем еще понять в части того, какие требования могут быть требования, какие права, какие обязанности могут быть именно у взыскателя как специального института. Это достаточно серьезный вопрос. Если первая часть, некие практические вопросы, ну, за 2017 год они будут сформулированы, сформированы, все понятно. Тут, так сказать, даже если бы мы вообще отошли бы от дел и тихо дремали в креслах, первая часть по-любому будет сформулирована. Вопрос какая, если мы будем влиять, надеюсь, более благоприятная. Вторая часть, ну, какие-то вещи ходят на языках, можно обсуждать, какие-то идеи, а вот дать вот это, а вот это дать то, а на основании вот этого получить доступ туда. Понятно тоже. То третья часть, она, конечно, требует достаточно серьезных еще мозговых штурмов, и мы надеемся вот тоже провести в какой-то ближайший месяц-два, чтобы подготовиться к 2018 году, который будет годом изменений в закон. Еще один вопрос. Эксперты прогнозируют снижение доли просрочки в ближайшие годы. Как это скажется на бизнесе? Если доля просрочки снизится, то, наверное, это произойдет, на мой взгляд, может произойти только в одном случае, если увеличится доходы населения. Потому что сейчас, в настоящее время, кредитный портфель банковский растет. Потребительское кредитование, которое в основном и приобретается, или по которому в основном работают взыскатели профессиональные, то есть относительно небольшие кредиты, да, не ипотека, он растет. При этом понятно, что все заемщики, ну, по большому счету, разобраны. То есть только школьники вчерашние, они еще не получали кредит, но это дело не мудрено, они его получат. Поэтому вот этот прогноз относительно снижения просрочки может быть только в случае, если увеличится доходы населения, реально располагаем. Это можно только приветствовать, потому что, на самом деле, у взыскателей накоплены большие портфели долгов. И зачастую здесь проблема не в том, что человек бегает, скрывается, не хочет платить, а потому что у него нет денег или он не располагается с этими средствами. Нередко ситуация, когда люди хотят погасить свой долг. То есть реально приходят, там прошли уже все сроки судебной защиты, а теми они стараются погасить долг по ряду причин. Вот, поэтому, в принципе, если этот прогноз основан на росте дохода населения, можно только привезти такое изменение. Есть ли это предположение, что, скажем, кредитные организации улучшили систему контроля, улучшили управление рисками и, соответственно, отбирают лучше своих должников, заемщиков, то это не верю просто.